Парад победы 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 вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы в Великой Отечественной войне. 78 лет назад, весной 1945 года, под ударами Красной Армии пала столица фашистской Германии, город Берлин. В ходе боев за центр города военнослужащими 150-й Идритской стрелковой дивизии Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария на куполе Рейхстага был водружен штурмовой флаг, ставший на все времена знаменем победы над поверженным фашизмом. Сегодня флаг Российской Федерации и Знамя Победы в руках лучших военнослужащих 154-го отдельного комендантского преображенского полка сержантов Антона Михайлова и Дмитрия Монастырёва возглавляют знамённые группы старшие лейтенанты Геннадий Звонков и Алексей Пасканный. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня на трибунах вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, освобождавшими Украину от фашистских захватчиков, находятся их внуки и правнуки, самоотверженно сражающиеся с последователями нацистов и выполняющие задачи специальной военной операции. Это военнослужащие Вооружённых Сил России, бойцы добровольческих соединений, штурмовых отрядов, родители, жёны, дети солдат и офицеров с честью выполняющих свой воинский долг. В этом году исполняется 80 лет битве на Курской дуге, одному из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. В ходе ожесточённых боёв Красная Армия уничтожила 30 немецких дивизий и сорвала последнее крупное наступление немецко-фашистских войск на Советско-Германском фронте. Стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам. Победа на Курской дуге показала всему миру пример стойкости, массового героизма и бесстрашие советских солдат. В 1943 году в знак признания боевых заслуг и огромного вклада в дело победы над фашизмом рядового и сержантского состава Красной Армии был учреждён Орден Славы, как символ преемственности традиции русского воинства и бесстрашия его солдат. Орден Славы стал самой почитаемой и уважаемой в армии и народе солдатской наградой. За годы Великой Отечественной войны орденами Славы различных степеней награждено более миллиона человек. Из них 2656 военнослужащих стали его полными кавалерами, в том числе четыре женщины. Вольно! Парад! Смирно! Для встречи слева! На крыму! Под звуки встречного марша министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шойгу, направляется к центру Красной площади для принятия доклада о готовности войск московского гарнизона к параду. Встречает министра обороны, главнокомандующий сукопутными войсками, генерал армии Олег Солюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска московского гарнизона для парада во знаменовании 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, построенный командующий парадом генерал армии Солюков. В соответствии с церемонией проведения торжественного мероприятия, министр обороны и главнокомандующий сукопутными войсками начинают объезд парадных расчетов войск московского гарнизона. Сегодня в торжественном мероприятии принимают участие свыше 8 тысяч военнослужащих в составе 30 парадных расчетов, в том числе 530 участников специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу и командующий парадом Олег Солюков направляются к парадному строю полка сухопутных войск для приветствия слушателей Военной академии сухопутных войск, курсантов военного университета, Военной академии материально-технического обеспечения, Михайловской военной артиллерийской академии и Академии войсковой ПВО. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи министр обороны! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Он решает поставленные задачи в ходе специальной военной операции. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи министр обороны! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Министр обороны постравил парадные расчеты Воздушно-космических сил и военно-морского флота России. Летчики, моряки, военнослужащие космических войск и противовоздушной обороны постоянно находятся на боевом дежурстве, обеспечивая надежную охрану воздушно-космического пространства и морских границ Российской Федерации. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи министр обороны! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Министр обороны приветствовал парадные расчеты железнодорожных войск, военнослужащих военной полиции, войск радиационной, химической и биологической защиты, Росгвардии и МЧС России, кремлевских курсантов. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи министр обороны! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны поздравил с Днём Победы парадные расчеты ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск и ФСБ России, Всероссийского казачьего общества, военнослужащих женщин и самых юных участников парада, суворовцев, нахимовцев, воспитанников Кронштадтского морского котецкого корпуса. Генерал армии Сергей Шойку завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации верховному главнокомандующему вооружёнными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ Верховный главнокомандующий, вооружёнными силами Российской Федерации. Войска московского гарнизона к параду Победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шойку. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичмены и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции. Поздравляю вас с праздником, с Днём Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России, нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм. Уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком. И всё для того, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы. Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения – это тоже преступление. Откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира. Их цель – и здесь нет ничего нового – добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов. Для нас в России память о защитниках Отечества священна. Мы храним ее в наших сердцах. Отдаем должное участникам сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств. Помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом. Я убежден, опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой – это наше бесценное наследие. Прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов. Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран-содружества независимых государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили. Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания. Продолжение следует... Спасибо. Уважаемые граждане России! Битвы, решающие для судьб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными. Мы верны заветам предков. Глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений. Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны. От вас зависят будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг. Сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас. Товарищи, друзья, дорогие ветераны. Сегодня в каждой нашей семье чувствуют участников Великой Отечественной войны. Вспоминают своих родных, своих героев. Возлагают цветы к воинским мемориалам. Мы с вами стоим на Красной площади. На земле, которая помнят дружинников Юрия Долгорукова и Дмитрия Донского. Ополченцев Минина и Пожарского. Воинов Петра Великого и Кутузова. Парады 1941 и 1945 годов. Сегодня здесь участники специальной военной операции. Это кадровые военнослужащие и те, кто по полной ряды вооружённых сил в ходе частичной мобилизации. Это бойцы луганских и донецких корпусов. Многих добровольческих боевых соединений. Сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, других специальных служб и ведомств. Приветствую вас, друзья. Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле. Кто сейчас находится на боевом посту. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надёжнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию, за наши доблестные вооружённые силы, за победу. Ура! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Командует парадным расчетом лейтенант Константин Месяцев. Впервые на Красной площади представлены образцы защищенного специального транспортного средства на базе автомобиля «КамАЗ», предназначенного для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций. Восплавляет колонну майор Евгений Норин. На Красной площади дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской новороссийской ракетной бригады. Радные подвиги бригады отмечены семью боевыми орденами. Сегодня личный состав бригады, как и их предшественники в годы Великой Отечественной войны, достойно выполняет поставленные боевые задачи. Во главе парадного расчета майор Александр Моисеев. На марше колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 584-го гвардейского краснознаменного зенитного ракетного полка Воздушно-космических сил России. Возглавляет колонну майор Алексей Кривородько. Возможности системы позволяют выстроить эшелонированную противовоздушную оборону от любых средств Воздушно-космического нападения противника. На Красной площади механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. В составе парадного расчета автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии. Командует парадным расчетом майор Магомед Суров. Сегодня ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Самая совершенная система управления, мобильность, возможность скрытого развертывания позволяют комплексу «Ярс» оставаться грозной силой ядерного сдерживания, надежным гарантом безопасности Российской Федерации. Совершают прохождение парадного строя боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Гумеранг» с флагами видов Вооруженных сил Российской Федерации под командованием капитана Дмитрия Терзи. В финале парада военные музыканты сводного оркестра исполняют песню «Победа». Победа! 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 Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершается. Под звуки марша «Прощание славянки» оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 78-я годовщина Великой Победы. Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны. Ура! Поздравляем всех россиян с Великим Праздником. Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны. Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны.